Библиотека — это гербарий чувств и страстей, сосуд, где хранятся засушенные образцы всех цивилизаций. Так о сокровищнице знаний высказался знаменитый французский писатель, драматург-поэт Поль Кладель. Муниципальной библиотечной системе Твери исполнилось 45 лет. 70-е и 80-е годы прошлого столетия были определены как новый этап библиотечного строительства в Советском Союзе. В стране происходило объединение библиотек. У каждой централизованной библиотечной системы своя история. О том, как менялись Тверские библиотеки, какие они сегодня и чем готовы удивить всех своих читателей, увидите прямо сейчас. «Пойду в библиотеки по работаю» — фраза, которую давно говорят не только архивные исследователи или любители древних рукописей. В библиотеках сегодня проводят время и студенты, пишущие дипломы, и фрилансеры, уставшие от работы дома в пижамах, и даже инстадивы, фотографирующиеся на фоне книжных стеллажей. Да, и такое бывает. Лариса Олеговна работает в библиотеке с 17 лет. Устроилась работать сюда сразу после школы. Сейчас за её плечами 45-летний стаж. Книжные вкусовые предпочтения у людей постоянно меняются, подмечает библиотекарь. Да, сейчас читают исторические романы уже новых авторов. Сейчас целая серия книг вышла. Романы, написанные внуками ветеранов. То есть уже новое поколение авторов, которые пишут о Великой Отечественной войне, но сами они её не знали. И очень популярно сейчас пишут детективы, опять современные авторы, но описывают они события, произошедшие или сразу после войны, или вот 50-60-е годы. Муниципальная библиотечная система Твери сегодня — это единая и мобильная структура, позволяющая быстро внести необходимые изменения, имеющие единые финансы, единое информационное пространство, единую политику, комплектование, единый библиотечный фонд. 1978 год — это один уровень библиотек и библиотечного обслуживания. Сейчас совершенно другой библиотека, совершенно другая, изменилась. Более 600 тысяч сейчас книг у нас в фонд книжный, 21 библиотека. Мы приняли такое решение, что у нас фонд единый будет, и библиотеки все будут пользоваться единым фондом. Сесть равномерно охватывает жилые зоны города. Это центральная городская библиотека имени Герцена и 20 библиотек-филиалов, из которых три детские библиотеки филиала, 12 библиотеки семейного чтения с отдельными детскими залами. Сегодня библиотека — это не просто место, где можно взять книгу. Это целый мир, в котором проводится масса мероприятий. Библиотеки прошли большой путь от читальни до социокультурного проектирования. Совершенно разноплановые мероприятия, организуемые для людей. То есть это могут быть и игротека, какие-то настольные игры, это могут быть и какие-то мастер-классы, и встречи с какими-то интересными людьми. Сегодня в Герценской библиотеке открыт музей книги, в котором представлены уникальные издания, рассказывает главный библиотекарь отдела редкого фонда Елена Жукова. Книга «Жития святых чете именей» 1782 года издания. Она на церковно-славянском языке. Это вот такой титульный лист у неё. Здесь можно почитать, что императрица наша Екатерина Великая и наследник Павел Петрович. То есть это времена Екатерины II. Можно трогать, конечно, аккуратно. Книги любят, когда их берут в руки. По мнению сотрудников и читателей, ни телевидение, ни интернет не смогут вытеснить из жизни человека любовь к книгам. Во все времена люди-мыслящие осознавали уникальность библиотек и, не боясь громких слов, называли их даже олицетворением духовной мощи России. Продолжение следует...